Если капризная рыба удлиняемся, активно укорачиваемся. Коп в Латве, мягкая, пушистая, чувствуется. Есть такое понятие ловить на счет. Считается, что из 10 использованных вариантов одного дипа, если 7 раз рыба клюнула, значит это рабочий дип, но подряд. А рыбку ловил? Иногда да, я полавливал. Иногда бывает на тренировках показывают, что рыба реально 5-7 сантиметров, 10. Вот она будет брать, если чуть меньше поводок делать, не будет брать. Но бывает такое, зачастую. Особенно, когда прессинг сильный, и рыба мечется от одного прикормочного стола к другому, и от них запахов к другому, от одного парыша к третьему. Поэтому это важно. Ну и очень удобно, конечно. В эту поводочницу может вместиться 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну, сотни 3, это в легкую. Потому что на каждый колышек можно по 10-15, плюс еще вариаций куча. Ну, очень удобно. Начинаем всегда с 60 сантиметров. Если мы видим, что поклевка прошла, вытаскиваем, у нас обсос. Рыба, значит, аккуратненькая, аккуратненькая. Значит, мы увеличиваем поводок. Если мы поклевка вытаскиваем, у нас рыба до жопы заглотила, значит, это длинный поводок. Укоротить его. Укорачиваем, желательно, знаете, как у нас есть такой же прикол, укорачиваем на ту длину, да как глубоко она заглотила. Ну, допустим, подлечь, заглотил, ну, там, наполовину, да? Вот эту, вот эту половину прямо уделяем. Поклевка, прям четкая поклевка, вытаскиваешь за губу. Идеально все, ни сходов, ничего. Сразу получается, у тебя рыба засекается. Не заглатывает, и все. Конечно, нужно использовать экстрактор, потому что без экстрактора это тот загиб, который мы вытаскиваем, крючок изо рта. Ну, естественно, там еще иголочка дополнительная, которая поможет нам узелки развязать, петельки там, всякие. Вот такие вещи. Поводки начинаем с 60. Если капризная рыба удлиняемся, активно укорачиваемся. Это все так. И, конечно, очень удобно, и нужно всегда знать, что, допустим, вот на сегодняшний случай я навязал 6 поводков. Значит, 0,16, 0,14 и 0,12. Это крючки у меня, размеры крючков. Начнем сейчас с самого маленького на один мотылик, на один опарыш. Если пойдет хорошо, будем укрупняться. Наша задача – ловить рыбу так, чтобы при первой поклевке у нас засечка была. Усилие одно и то же, ничего не уменьшается, не увеличивается. Мы просто тянем ее с камня, вышли на ровную поляну. Вот. Видели, как стало? Вот что-то уперлось. Пока не понимаем, что. Пока может быть камень, а может быть новая ступенька. Для этого мы подматываем, грубо говоря, опять 2 оборота и начинаем потихонечку, потихонечку прикладывать усилие. Но, как видите, сорвалось. Это был камень. Сейчас перескочил, сейчас более, все, подтягиваем. Сейчас более крупный камень. Давай, давай, давай. Все, вот теперь опять. Потому что вот кистью больше всего мы через удочку получаем информацию. Да. Сейчас, что пошло? Ну, давай, давай, давай. Сейчас уже мягче. Ну, давай, до конца. Вот сейчас по принципу уже понятному. Рассказывай, что там сейчас на дне. Ну, тут как бы уже мелкий камень уже идет, я так предполагаю. Вот сейчас опять зацепка под крупный камень попали. Ну, подматывай опять потихонечку. Это уже, это сильный рычаг. А вот перескочили. Сейчас идет ровно. Ровно пошло, да? Ровно и легко, правильно пошло? Похоже на песок или ил, правильно? Да, да, да. Вот сейчас уже все вообще легко пошло. Значит, смотрите. У нас, мы вышли из камня, у нас, получается, сначала был крупный камень, крупный, потом мелкий, а потом пошел. Вот граница перехода с мелкого камня на, допустим, мыло или на песок, то, что там у нас, ну, легко идет маркерный груз. Вот это есть перспективные места. В принципе, камень, который там, изначально у нас, на который маркерный груз упал, он неплохой, но он большой. Там может у нас зацепиться кормушка. Поэтому мы посмотрели, у нас, получается, от крупного камня до мелкого, грубо говоря, ну, 3-4 метра. Это не такое же большое расстояние. Если мы будем закармливаться на мелком камне, то мы в радиусе 10 метров, если прикормку хорошо сделаем, рыбу потянем, стачем. Обычно нормально работающая прикормка позволяет рыбу стянуть в первые, ну, там, не знаю, полчаса. С 10-15 метров это в легкую, на стоячем водоеме. На течении это, конечно, быстрее происходит, потому что нам помогает течение и все остальное. Ну, мы через мелкое сито все равно пробьем его. Напитается, обогатится кислородом и еще на более мелкие частицы разобьется. Ну, а теперь попробуйте, что получилось вообще. По платве, по платве, мягкая, пушистая, чувствуется. Вот она будет, сейчас мы забьем в кормушку. Конечно. Мы забиваем в кормушку, опять же, кормушку не трамбуем, а слегка просто забили, краешками пальцев до границ дожали и посылаем. Получается, когда у нас кормушка попадает, кормушка, когда, вот, набираем так, вот, загребли и просто дожали вот пальцами, все. Вы как пробки сделал. Да, она, она при забросе не вылетит, ничего. Ничего, мы зажали все, но когда она упадет, во-первых, она будет падать, немножко частички соберут, кинет, соберет с горизонта рыбу. И когда упадет в воду, ну, прям такой полувзрыв произойдет, она начинает работать активно и привлекать рыбу. Вот я ее легко пальцем выдавлю, вот она такая. Может быть, может быть, можно попробовать первый раз кинуть, если у нас видно, что от удара прям пятно выбило, да, мы можем чуть сильнее, чуть-чуть сильнее сделать и все. Но ни в коем случае не трамбовать. Почему? Потому что тут еще не все частички напитались водой, и когда, допустим, суховатую прикормку мы сильно трамбуем, получается эффект обратный. Ее раздувает, она с клеток пыжится, но она не вылазит. И мы потом, когда выматываем, тут аж пупырышки такие, она, то есть, не может выйти. Поэтому сильно трамбовать не надо. Легко. Это на поплатве, грубо говоря. Теперь у нас... Кормушки же разные бывают, да? Прикормочные и... Как это? Закидные там... Да, есть прикормочные кормушки, большего объема от рабочих. Есть обыкновенные кормушки, которыми мы работаем. Но, в принципе, как практика показывает, на любительских рыбалках нет смысла использовать закормочную кормушку, потому что вы просто больше уделите внимание частым перезабросам не раз в 10 минут, а раз в 3 минуты, раз в 2 минуты. И потемповав так в районе получаса, вы уже на дне накроете эту поляну, то вкусное блюдо рыбе, и все. Мы накрываем поляну, уже даже можно на любительской рыбалке использовать сразу поводок, потому что проходящая рыба может клюнуть то и сё, но мы уже ловим. А когда, допустим, мы уже кормушек 15 кинули, у нас уже на дне такое привлекательное пятно-место, начинает, конечно, всегда сразу подходить мелкая рыба. Всегда. Интересуется первая мелкая рыба. Она как раз и является тем самым таким сигналом для крупной рыбы, где где-то движуха, где-то вкусно, где-то чего. Мелкая рыба обычно всегда клюет потихоньку, потом потихоньку подходит под лещичек, под крупнее и крупнее карасик, а потом уже может и лещ подойти, то есть вытеснив мелкую рыбу, крупная рыба становится. Но задача наша, как только мы ловим первую крупную рыбу, мы понимаем, что рыбе нужно кушать, и крупная рыба кушает в разы больше. Тогда желательно, да, пришел пылесос. Тогда желательно добавить немножко каких-то зерновых, там, кукурузы, там, рубленной, либо же перловки, просто отдельно в кормушку. Взять кормушку, взять вот такую какую-нибудь емкость, насыпать сюда той же гороховой, там, какой каши. Прямо то же самое и кинуть на дно. Для того, чтобы вы частички эти крупные положили, чтобы рыба кружила. В принципе, в процессе самом иногда полезно держать кукурузку такую рубленую и иногда там прикормку кидать, и раз, чуть-чуть зачерпнули в серединку кукурузки, и туда, и туда. То есть, с момента кормления начала мы уже потихоньку кидаем крупные частички, когда рыба их вкусно видит, она, естественно, останавливается. А вот и еще вопрос такой. Вот, например, мы по поводу опарши, да, ой, вернее, по поводу зерновых сказали. А вот есть такой вопрос, я уже слышал, что червей как бы нарезают и добавляют. Да, да, да. Вообще, самый, самый такой природный аттрактант, самый, один из самых качественных, это, конечно, живность. Ну, черви, опары же. Блин, я с собой не взял эти ножницы. Ну, я купил ножницы в обыкновенном хозяйственном магазине, они тройные, для резки зелени. Вот такую беру, к посудину, ну, или поглубже. Дело в том, что червь, когда мы его измельчаем в кашу, прям в кашу, ну, там остаются кусочки и каша, вот он выделяет этот именно сок, который рыбу прям, ну, прям с плавника сбивает, прям с ног сбивает, грубо говоря. И мы так же само, так же само, чтобы подать, опять же, у нас жижа получается, каша. Что мы сначала? Мы сначала немножечко вот так вот забиваем, берем в кормушку, делаем пробку, потом зачерпываем нашу кашу и обратно же трамбуем пробочкой, чтобы у нас реально при забросе не вывел. Но, есть еще кормушки закрытые, вот, особенно пластиковые. одно у них закрытые, вы имеете в виду? Нет, они полностью, как стакан с двух сторон. Вот я их, там тоже есть такие специально. Вот это конкретно под мясо, это называется мясовоз. Рубленный червь, рубленный опарыш. Пробочку сделал, прям, они прям такие хорошие, кормоемкость, там можно с двух, с трех кормушек рыбу просто, ну, если вот не клюет, бывает так. сейчас, кстати, вот правильно этот, сам себя подловил, добавлять рубленную, допустим, опарыша или червя нужно в том случае, если перестает что-то клевать. В нашем случае, в спорте, допустим, мы иногда бываем сразу добавляем, чтобы, ну, у нас прессинг большой, у нас каждые 10 метров сидит рыбак, поэтому оттянуть любыми путями и возможностями надо. В любительской рыбалке не обязательно. Можно попробовать в процессе, там, тоже это иметь в виду, если вы особенно на крупную рыбу собрались, то это можно добавлять пробками. Но в основном, бывает так, крупная рыба подошла, ничего не капризничает. Вот тогда уже, когда капризничает, попробовали рубленного червя там или рубленного опарыша. Но рубленный червь попроще достать, червя накопать, опарыша как бы не наберешься на это дело. Но опарыш еще более эффективное такое свойство имеет. Он выделяет муть белую. Вот, когда мы режем в хлам опарыша, у него вот этот сок, который получается, вот он прям как аттрактант. Есть даже вот у многих же сейчас производителей аттрактант червя или там опарыша. А это у нас, представьте, у нас натуральный сок. Вот теперь смотрите, сейчас мы вот чуть-чуть я сжал. Вот чуть-чуть. вот сейчас она с этого комка начнет разбухать и разваливаться. Вот она пошла потихоньку. Я, может быть, очень сильно верю в прикормку, очень сильно. Может быть, какие-то другими свойствами обладаю. Но, честно скажу, на всех соревнованиях, каких бы ни было, мы не использовали ни один тип. Ни один. Они не запрещены, да? Они не запрещены, да, они есть. Но дипы работают. В принципе, дипы все работают. Задача дипа, что, мы, допустим, кидаем сейчас шоколадную прикормку на дно. Кидаем, кидаем, кидаем. Через какое-то время, допустим, рыба тупо может привыкнуть к ней. Она будет стоять на точке, но уже не брать. Что мы, мы должны как-то, во-первых, мы должны насадку, наш поводок с крючком, выделить на этом фоне, да? И вот тогда уже можно брать какой-нибудь запах цитруса, запах кориандра, запах кори. И прямо на насадку. Ни в коем случае на кормушку не кидать, потому что мы не знаем, как рыба среагирует. А на насадку скинуть, считается, что из 10 использованных вариантов одного дипа, если 7 раз рыба клюнула, значит это рабочий дип. Но подряд. Но подряд, реально подряд. Если это все не получается, значит надо искать другой. По карасю. По карасю хорошо работает укроп, чеснок. Это прям его такие вот вещи, которые... Иногда чеснок работает по клещу, по карпу. Но это иногда. В основном это более так и каросины. Карамель, бисквит, орех, ваниль, это лещ, конопля, корица, кориандр, тоже бисквит, ну ваниль чуть-чуть, анис может быть. Это так, ну анис нет, шоколад, шоколад плотву рубит. Конопля, шоколад вообще это такие догмы на коноплю. Слива. У нас с командой вышла такая... Мы выявили, короче, сливовый запах укропняет рыбу. У нас есть прикормки лещ и прикормки карпсазан, сливовые. Реально сливовые. Мы уже два года используем лещ, мешаем со сливовым карпсазан, у нас становится как ну мерный подлец. У нас от 800 от 500 грамм уже подлец, мелкой рыбы нет. на увеличение если присутствует какой-нибудь подлещ клещ там ну такой более-менее не из больших рыб карповых, то да. Очень хорошо любит карп. Карпсазан очень любит хорошо. Сливовый запах это ну это вот одна из таких догм на вот таких. Ну как это я рассказываю все лично в своем опыте. Да. Не буду претендовать ни на какие там предположения. То, что вот уже я фидером занимаюсь с 2006 года. Ну довольно-таки много, но рыбалкой еще раньше занимался. Ну уже выводы какие-то можно сделать. По прикормкам иногда да полавливал. Ну в принципе прикормку можно целенаправленно сделать под рыбу. Есть такое понятие ловить на счет. То есть грубо говоря про себя просчитывать до 60 выматывать и до первой поклевки. Рыба начала клевать. В одно и то же время подаем корм и можем больше просто рыбы поймать на счет. Можем даже не смотреть. Если поставили рыбу можем отчитать до 60 поднять удочку а там рыба уже. нюх и очень приятно было наблюдать количество такое любителей продвинутых любителей людей которые заинтересованы этим интересным видом ловли. Приятно что очень много людей задают вопросы Постарался на них ответить по возможности развернуться Ну и как бы общее мнение от всего Я думаю, людям понравилось, рыбакам Думаю, мы будем в дальнейшем стараться это все улучшать, увеличивать Проводить все более и более интересные Продолжение следует...